Традиционно на базе сборного пункта имени Героя Советского Союза Николая Кузнецова собрались молодые ребята. Здесь в очередной раз начал свою работу военно-патриотический лагерь допризывной молодежи «Пересвет». Сборы весенние, но погода радовать теплом артёмовцев не спешит. Так что смелость ребят действительно заслуживает уважения. Среди них собрались как уже бывалые «Пересветовцы», так и новички. Лагерь уже зарекомендовал себя, поэтому и новичков, и постоянных его воспитанников всегда хватает. Эти весенние сборы продолжительностью всего три дня. Организаторами задумано многое, но лагерь не может начать свою работу без торжественного открытия. Ну а перед всяким добрым делом «Пересветовцы», как настоящие воины перед сражением, совершают молебен. Это вы сюда пришли сейчас вроде как поразвлекаться, побегать, попрыгать. А когда человек сталкивается на поле брони со смертью и не знает, вернётся он из боя живым или нет, мы, конечно, здесь все его мысли обращены к Богу, потому что только в его руках находится наша жизнь. И поэтому каждый раз перед всяким сражением, перед каждым ответственным заданием священники православные, которые всегда были в русских войсках, они служили молебен. Ну а когда заканчивалась битва, подсчитывали потери раненых, служились молебен о здравии раненых, тех, кто пострадал в этих сражениях, ну а те, кто сложил голову за веру Отечества, за тех служилась божественная панихида. Видим их и невидимых врагов, и во всем благопоспешенство, к сооружению же мудрость и к совершению силы действуем, благодатью пресветного своего духа подачи Господу помолимся. Господи помилуй. Все пересветовцы, независимо от возраста и статуса, со смирением отслужили молебен вместе со своим наставником, отцом Николаем. А в завершении молебна он благословил всех на предстоящие три дня сборов иконы Пресвятого Георгия Победоносца, поведав прежде его историю. Это славный воин, славный полководец, который жизнь свою положил за Христа. Ему был выбор дан, или быть придворным полководцем, почести, слава, деньги. Но он предпочел этой славе, предпочел смерть за Христа. Нам трудно понять, почему первые мученики так легко принимали смерть за Христа. Они с радостью шли на смерть, принимая это как из рук Божьих. Воин, полководец Георгий Победоносец всегда был покровителем русского воинства. И знаем, что вот Георгиевские кресты, которые были утверждены как высшая награда за воинскую доблесть, они были названы в честь Георгия Победоносца. Много славных дел совершили войска под покровительством святаго Георгия Победоносца. И сейчас мы знаем, что возвращаются и те награды, которые были раньше забыты в советское время, которые были утверждены во славу великих полководцев. Это и Дмитрия Солунского, святаго полководца, Дмитрия Дольского, великого полководца. Не зря ведь воины всегда перед сражением одевали чистую одежду, потому что одевались белые одежды. Многие обменивались крестами, так называемые крестовые братья, потому что никто не знал, вернется он из боя или нет. И поэтому для традиции идти в бой уже не боялись православные ребята идти в бой, потому что понимали, что Господь выдает тем, кто жизнь положил за другие славя, за Отечество. Он ведет на людьми мучеников, за веру и Отечество пострадавших. И поэтому, как говорится, говорили так, смерть на миру красна. То есть, когда ты в бою, не где-то, так сказать, в боковья, в трусости, погибаешь, тресешься, как мышь ползучая, а именно в бою, в подкрытом бою, терпишь вот это, принимаешь смерть от рук, проявляешь свое Отечество. И поэтому я вас, будущих воинов, кто-то из вас будет служить, кто-то не в боссах, но наверняка каждый из вас окажется в такой ситуации, где нужно будет проявить мужество, не струсить, не спасовать, не дрожать за свою жизнь, а вступованием на Бога, вступиться за правое дело. Сейчас подходите все под икону, я вас благословляю, всех икон. После пересветовцы молча вышли из храма и ровным строем отправились на церемонию торжественного открытия, как будто и не замечая резкого порывистого ветра. Свои пожелания прибыли выразить глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова и заместитель начальника управления образования Надежды Тимофеева. Стоит отметить, что вместе с пожеланиями они выразили свое восхищение этими юными артемовцами. Очень приятно, что работа лагеря стала уже традиционной. И лагерь работает четыре года. Благодаря энтузиастам своего дела, это отцу Николаю Фатееву Олегу Николаевичу и многим-многим другим, которые воспитывают в вас уважение к армии, чувство долга к своей родине. Вы получите здесь знания православия, основ православия и многое-многое другое. Ребята, я желаю вам быть выносливыми, смелыми, спортивными, найти здесь достойных верных друзей, ярких впечатлений и всего самого доброго. С праздником, уважаемые, дорогие наши любимые дети! Я восхищаюсь тем, что вы выбрали правильную дорогу в своей жизни. Это говорит о том, что вы мужественные и смелые. Ведь зимой не каждый ребенок захочет заниматься в таком лагере. Но вы и многие уже не первый раз выбрали себе такой путь. И я уверена, что вы правы, потому что те знания, тот опыт, который вы здесь приобретете, те люди с опытом жизненным, которые вас окружают, они вам дадут много для того, чтобы вы сделали правильный жизненный выбор, чтобы вы избрали себе профессию правильно. Может быть, многие из вас станут и военными после того, как несколько раз побывают в лагере. Я желаю вам успехов преодолеть себя, преодолеть все трудности, которые явно встретятся вам во время пребывания в этом лагере. Но знайте, что с вами всегда надежные друзья. Отец Николай, Николай Александрович и Анатолий Юрьевич. Они всегда вас помогут, научат и поддержат. Успехов вам! Церемония открытия продолжалась недолго и завершилась торжественным поднятием государственного флага Российской Федерации, после чего пересветовцы также ровным строем удалились с плацом. Что же ожидает юных ребят на этот раз? Какие испытания подготовили организаторы, рассказал отец Николай. Сборы весенние, посвященные зимней подготовке, зимним видам спорта. К сожалению, многие ребята у нас выросшие на Урале, но на лыжах ходить не умеют, не умеют с гор спускаться, не умеют безопасно вести себя в лесу. И вот поэтому мы решили эти сборы провести вот с такой целью, чтобы подготовить ребят к этим условиям выживания в лесу. У нас планируется в эти сборы горнолыжная подготовка, военно-тактическая игра и выход, марш-бросок в лес, значит, на лыжах с ночевкой в лесу. С разбиванием бивуака, значит, палаток, разбиванием костров, приготовлением пищи, ночевка в лесу. Сборы рассчитаны на три дня. Я, как всегда, по традиции, поскольку лагерь у нас православный, то есть начали мы его с молебна, с призывания помощи Божьей, чтобы Господь помог нам, чтобы не было никаких несчастных случаев, чтобы Господь укрепил, чтобы все прошло благополучно. Милостью Божией все эти годы, сколько проходит лагерь, у нас не было ни одной травмы, не было ни одной, ни какого-то ЧП. Это, я считаю, что все действительно по милости Божией, то, что мы здесь постоянно молимся, совершаем молитвы и утром, и вечером, и перед началом всякого дела. И по традиции, как в всяком православном лагере, во время трапезы, когда мы находимся в столовой, на завтраке, обеде и ужине, читается душеполезное чтение. Обычно это бывает жития святых. В те годы мы с вами, с ребятами читали, и в Евангелии читали, читали жития святых, новомучеников. В этот раз я хочу познакомить ребятам с жизнью трех монахов, наших современников. Это трех оптинских монахов, которые были 20 лет назад, в Пасху 1993 года, убитые в Оптиной пустыне. И вот их жизнь, их приход к Богу, их славная кончина за имя Христова, я думаю, никого не оставит равнодушным. И ребят, многие могут переосмотреть свои ценности, свое мировоззрение, и что-то может в их жизни измениться, и они примут это к сведению.